Если поливать лук специальными питательными смесями, то вы не только добьетесь того, что он не будет желтеть. Он будет крупным и сочным. К сожалению, не существует какой-то одной причины, из-за чего желтеет лук. Есть несколько основных факторов, по причине которых лук не вырастает крупным, а в процессе вегетации много болеет. Разберем самые основные из них. Неправильный полив при недостатке влаги лук будет засыхать, его перья станут желтыми, ломкими и безжизненными. При избыточных поливах перо тоже будет желтеть, но желтизна будет напоминать гниль. Чтобы избежать таких проблем, орошать луковые грядки надо следующим образом, полив утром или днем, но в пасмурную погоду. Воду отстоять, чтобы не была ледяной. Норма чуть больше половины ведра на квадратный метр участка. Недостаток удобрения и недостаток питания приводит к тому, что лук не вырастает крупным, а его перья постоянно желтые. Чтобы такого не было, подкормите хотя бы такой смесью, ведро воды, 0,25 литра коровика, столовая ложка мочевины. Можно поливать раствором на шатыря, 2 столовые ложки на 5-литровую лейку. Но самое эффективное средство – древесная зола. Стакан на квадратный метр, и лук будет расти крупным и не желтеть. Ошибки в уходе здесь речь идет о неправильно выбранном времени и месте посадки. Высадка неподходящего сорта и т.д. Если причина в этом, то лук необходимо поливать питательными смесями, нитрофоска, азофоска, и опрыскивать регуляторами роста, эпинциркон. Важно! Неподходящие условия для роста и развития, а также плохой уход не позволят получить крупные луковицы. Болезни и насекомые паразиты главным врагом лука являются луковая муха. Нередко луковицы гниют в почве. Если с луковой мухой можно справиться, побрызгав посадки раствором на шатыря, 2 столовые ложки на 5-литровый опрыскиватель, то при развитии гнили зараженные растения удаляют, а грунт обрабатывают бледно-розовым раствором марганцовки или фитоспорином. Помимо луковой мухи лук может быть атакован нематодой и луковой молью, которые питаются листьями. Справиться с ними можно с помощью октары. Это эффективный инсектицид, помогающий уничтожить большую часть вредителей. Из народных средств помогут сухая смесь табака и золы, перемешать 1 копейка одному и рассыпать по участку, или табачно-перцовый настой, 3 литра воды, 200 граммов табака и 25 граммов красного перца. Почему луковицы могут быть мелкими? Конечно, каждому огороднику хочется вырастить крупный лук. Но иногда луковицы выходят мелкими. У этого есть свои причины. Попробуем разобраться с ними. Плохой посадочный материал, некачественные семена, сивок или рассада приводят к тому, что луковицы получаются мелкими. Кроме того, сажая постоянно один и тот же сорт на одном и том же месте, вы способствуете вырождению культуры. Неудачное место посадки лук любит рыхлые, воздухопроницаемые почвы, а также посадку на небольшом возвышении. В чересчур плотном грунте вырастают мелкие головки. А посадка в низине опасна тем, что там будет застаиваться влага. А это губительно для корнеплода. Слишком часто сидит крупный луковица, нужно место для роста. Если вы будете сажать сивок слишком часто, он попросту не будет иметь достаточно пространства для роста и развития. Нехватка питательных элементов, чтобы лук рос крупным, его надо правильно поливать и подкармливать. Для луковиц можно использовать комплексные минеральные составы, нитрофоска, удобрения для лука и чеснока или народные рецепты, растворы на шатыря, золы, коровика и т.д. Чем поливать лук, чтобы не желтел? Разберем, какие препараты помогут сделать так, чтобы лук не желтел. Раствор на шатыря поливать на шатырем часто не нужно. Достаточно 1-2 поливов на самых ранних этапах вегетации. Средство богато азотом, а его избыток спровоцирует рост перьев, а луковица останется маленькой. Мочевина альтернатива народному рецепту из нашатыря. Столовой ложки мочевины, растворенной в ведре воды, хватит, чтобы напитать культуру азотом. Зола смешайте 2,5 стакана мелко просеянной золы и ведро воды. Дайте постоять 5 суток, отфильтруйте шлак и поливайте грядки. Сода еще одно народное средство. Столовой ложки соды хватит, чтобы избавиться от желтизны на листьях. Коровяк важно. Свежим коровяком поливать нельзя. Он сожжет луковицы. На 10 литров воды нужно 1 кг коровяка. Смесь оставляем бродить в течение недели, регулярно размешивая. Полученный концентрат разводят в соотношении 1 час 10 минут. Таким рабочим раствором можно поливать лук, чтобы он был крупный и не желтел. Чем полить лук, чтобы луковица была крупной? Помочь луку вырасти крупным, можно выбрав правильное средство для полива. Минеральные средства это целая группа удобрений. Из-за концентрации действующего вещества намного эффективнее, чем народные рецепты. Поливать можно по такой схеме, подкормка мочевиной, 1-2 столовых ложки на ведро или квадратный метр грядки при заделке в грунт сухого вещества. Второй раз следует поливать нитрофоску, или специализированное средство для луковичных культур. 2 ложки на квадратный метр или на ведро воды. Третий раз вносит суперфосфат и сульфат калия. На 10-литровую емкость понадобится по 2 ложке того и другого препарата. Органика получить крупную головку можно, поливая лук органикой. Подкармливаем нашатырем, рецепт выше или куриным пометом. Готовим концентрат, первая часть помета на 20 частей воды, выдерживаем 1,5, 2 недели. Далее разводим 1 копейка 20 с чистой водой и поливаем. Используем древесную золу. Второй раз поливать лучше всего раствором древесной золы. 2-2,5 стакана на обычное ведро с водой. На заметку. Вместо куриного помета и нашатыря в первый раз можно поливать настоем коровика или зеленым удобрением из скошенных сорняков. Существует секретное средство, которое поможет луку вырасти крупным. Это обычные дрожжи. После того, как вы поливали органикой лук, отсчитайте 7-10 дней и подкормите дрожжевым раствором. Дрожжевые микроорганизмы будут перерабатывать органику и высвобождать полезные элементы. Для приготовления в ведре воды смешайте пакетик пекарских дрожжей и 5 ложек сахара. Маточный раствор бродит 5 суток, после чего на его основе готовят рабочую смесь для полива. Пропорция 1 копейка 10. Кстати, после подкормки дрожжами можно рассыпать сухую золу по грядке. Это еще больше увеличит эффективность. Схема подкормки против желтизны и чтобы луковица была крупной, если сразу придерживаться одной схемы, по которой поливать лук, то он не будет желтеть, а головка получится сочной и крупной. Ложка мочевины при горшне компоста ведро воды. Ведро воды древесного пепла. Ведро воды, стакан соли, столовая ложка нашатыря, опрыскивать от луковой мухи. Столовую ложку соды растворить в 10-литровой емкости. Повторяем подкормку зольным раствором. За такие 5 подкормок вы насытите лук всеми необходимыми питательными элементами. Он будет расти крупным и не будет желтеть. Справка. Заменить можно на трехкратное внесение нитроамофоски. На 10-литровое ведро 1 ложка с горкой. Частые ошибки слишком частая посадка. Луковицы не вырастут крупными, если им банально негде будет расти. Культура высажена в низине. Там будет скапливаться дождевая вода и жидкость от поливов. Застой влаги приведет к гнилостным процессам, которые будут проявляться, в том числе и в пожелтении перьев. Не вносится удобрение. Даже если у вас на участке плодородный грунт, необходимо поливать лук питательными составами. Можно не покупать готовые минеральные комплексы, а использовать народные рецепты из золы, нашатыря, коровяка или помета. Ответы на частые вопросы, чем лучше поливать лук для крупности, органикой или минеральными удобрениями. Зависит от ваших предпочтений. Эффект дают обе разновидности удобрений. Можно ли смешивать органику и минеральные средства? Да. Например, в раствор птичьего помета добавить столовую ложку суперфосфата. Получится полезная и очень эффективная подкормка для крупного лука. Заключение то, насколько крупным вырастет лук, зависит от того, чем вы будете его поливать. Выбор подходящей подкормки позволит активизировать развитие луковицы. Кроме того, подбор средства для полива поможет справиться с тем, что лук желтеет.